Вот смотрите, если у вас постоянная самостройка с самим собой, вам внутри хорошо, вам что-то надо, вам же лишний раз двигаться, когда вы занимаетесь любимым делом, отвлечься и что-то сделать, это ну как-то пошло оно, да, и тогда вы просто берете и пишете на бумажку все, что вам надо для жизни. Ну вот я во всяком случае это завидно и периодично делаю, это моя жизненная практика, которая вот просто так живу, ну вот, ну мне надо там купить туфли, мне надо там купить какую-то одежду, вот я так живу, я написала все, что мне надо, и потом в моей жизни случайно я проезжаю, вдруг торможу, или там сын говорит, заскочи там туда-то, вхожу, о, то, что мне надо, мне не надо было, но у меня с собой есть деньги, время, все, и я уже на месте, я не облегала полуренка, полмагазина, или когда уже накопилось такое количество одежды, что надо, что вот надо уже ехать на рынке, на рынке появляется в моей жизни Олечка, которая для восемь летом вылетелает с ног на голову, да, понимаете, но вот все равно это в жизни проявляется, потому что, ну иначе бы я не поехала, мне лень на это потратить свою жизнь, я просто написала столбиком все, что мне надо, а жизнь, она дает вариант, всегда дает вариант, но она дает вариант тогда, когда она, ну действительно, вот человек же валит, понимаете, когда вы занимаетесь любимым делом, есть такая мера, которая не учитывается у нас в обществе нигде, я бы ее использовала, если человек ее мог видеть или каким-то образом фиксировать, я бы ее заменила вообще меру обмена денежную, она более справедливая, когда человек действительно искренне занимается, творит, да, каким-то делом, у него выбрасывается так называемая психическая энергия, вот эта энергия, она идет на материализацию очень многих событий, причем психическая энергия, она выбрасывается даже, когда он нелюбимым делом занимается, то есть она зависит от шкалы, она все равно выбрасывается, но от шкалы зависит, куда она еще направляется, и в каком, в каком варианте будет материализовываться, проявляться от шкалы состояния, да, так вот, если вы занимаетесь любимым делом, вы творите, вы в радости, и вы знаете, чего вы хотите, у вас на автомате это дело к вам приносится, блюдечко с голубой каемочкой, вот оно проявляться начинает, если вдруг случается так, что вы вроде творите, у вас все, но вы все время вот во время этого творения, там, ну, я образ привожу обычно с дачи, там, на даче берете лопату, копаете, 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 там, вы очень долго усилены, думаете, какая соседка козлиха, вы же вот эту психическую энергию посылаете соседке козлихе, я предпочитаю вот в таких случаях, если уже надо физически поработать, во-первых, отследить внутреннее состояние, ребят, лопата, это по кайфу, ну, если вот сейчас надо лопата, да, значит, уже по кайфу, уже без вариантов, и если это уже идет с радости, то дальше следующий вариант, это лопата туда, а сам думаешь, чего я хочу, потому что ты понимаешь, так или иначе, твое тело сейчас участвует в энергоармении, и поверьте мне, это все настолько быстро приближает материализацию разных вещей, казалось бы, абсолютно несвязанная вещь, то, что вам надо, чтобы проявилась в материальной реальности, и то, что вы делаете там на участке по весне, например, физический труд, если взять, можно точно так взять интеллектуальный труд, там тоже выбрасывается психическая энергия, вопрос, куда вы ее направите осознанно, что вы держите, поэтому научиться держать образ того, чего вы хотите, это уже много, потому что, вот поверьте, я занималась, работая с ребятами в свое время еще по методике Бронникова, да, много, оказывается, образы в голове у людей, сейчас чаще встречаются люди с образами, а был период, когда приходили на занятия, когда из группы в 20 человек реально образы могли индуцировать 2-3, а у остальных просто информация, а образ представьте, человек не мог представить, просто не мог представить, нету этого дела, но сейчас просто много разных тренингов на развитие пошло, именно и по образному, и телески много пошло, и вот режимы торможения, ведь образы где рождаются? Образы рождаются в альфа-ритме, вот, а если человек в этот ритм чуждо, если он его проскакивает каждый раз коротковременно, да, соответственно, там и не цепляется, и не держится, и с образами было сложнее. Сейчас очень много трансовых техник в ДНЛ-фе, сейчас положение меняется, вот просто очень быстро, и практически 90% у людей хороший результат, вот именно по рождению образа. Еще вот сколько, 6-8 лет назад этого не было, ситуация была совсем другая, мы меняемся, вот, поэтому образ, который вы имеете, вы это всегда будете получать, но оказывается, залогом вот пути, ну вот к тому, что у вас будет результат, и вот, что самое интересное, залогом являются вот эти вот две вещи, да, но самое интересное, что их можно извлекать абсолютно из любого действия, вот парадоксально, да, но можно извлекать выгоду абсолютно из любого действия, в каких бы вы условиях не оказались. Да, случилось так, вы же не знаете, что вообще, какие мосты кармы вам предусмотрены, как говорят, Суфия, есть мосты, есть дороги, дороги мы выбираем сами, мосты, они нарисованы нам, закинуты нам, вот, для того, чтобы душа играла в эту игру, это ее путь по этой жизни, и все, что касается там каких-то кармических вещей, мы все равно на мост попадаем, ну, если попали там на мост, этот мост не очень хороший, ведь только от нас внутри зависит того, как мы по этому мосту пойдем, мы можем пойти в любви и радости, да, мы можем пойти по мосту совсем не в любви и в радости, мы можем пойти по мосту в других состояниях. И вот здесь вспоминаем вот этот вот пункт, если мы приковали на свое внимание, к своему внутреннему состоянию, переместили, да, мы переместили внимание во внутрь себя, все, мы ушли в торможение. Мы следили свое внутреннее состояние, нашли в нем любовь, нашли в нем радость, кто не может найти любовь, радость, у нас есть тренированный вариант найти всегда, прогоблюдают за этим делом, в какой бы трудной ситуации вы ни проходили, если вы проходите в таком режиме, вы же ее проходите всегда наилучшим и наивысшим образом. А потом удивляетесь, как это так вот случилось, что именно вот в этот момент вас торгнуло что-то сделать, и это действие было самым ключевым для того, чтобы получился самый лучший результат. Вот оно торгнет вас, только вот при этом раскладе. Просто вот этот механизм, это тоже можно сделать практикой. Когда-то на первых клубах мы говорили о том, что есть я играющий, есть я наблюдающий. Если вы в жизни привыкнете жить с двух позиций восприятия, я играющий, я наблюдающий, то вы с транса выходить не будете. И он станет достаточно комфортный для вас, а окружающие, они на самом деле подстраиваются очень даже быстро, потому что, ну ведь всех же устраивает жена, которая не орет и не бьет посуду. Всех устраивает мать, которая там заботится, улыбается, ну потому что нет мира сего, ну наверное ей хорошо, да? Вот эти состояния, они устраивают окружающее пространство значительно больше, чем вешенство или чем активность повышенная. Если вы привыкаете к тому, что вы живете в расслабленном состоянии, то поверьте, ваше расслабление, оно не создает напряжение в окружающем пространстве. Расслабление не может создавать напряжение. Вот, в таком случае залог, залог абсолютно. Вот, можете нарисовать волны, все что угодно, залог успеха во всем. Я специально написала не ослабление, а не напряжение. Кто читал Кастанеду, помните практики? Не делание, не напряжение. Вот эти вот вещи, все что у вас в жизни не вызывает напряжения, они ключевые. Вот это тот ключ, который реально приводит. Но он приводит через что? Вопрос. Я не заберу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok